В прошлом месяце жестокое истязание Осельного Баевой потрясло общество. 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж отрезал ей уши и нос. С тех пор, как я вернулась в Кыргызстан, этот негодяй каждый день преследовал меня. Я обращалась куда только можно. Столько заявлений написала и в правоохранительные органы обращалась. Но даже там мои права не защитили. Меня никто не услышал. Информацию подтверждают не только близкие пострадавшие. Так, в Верховном суде сообщили, что Осельного Баева дважды обращалась в милицию по факту изнасилования. Первое дело было прекращено в связи с примирением сторон. По второму делу Сокловский районный суд приговорил бывшего супруга к трем годам пробации. Мою дочь изнасиловал ее бывший муж в августе прошлого года. Под рукой у нас были материалы экспертизы, подтверждающие факты изнасилования. Однако, несмотря на это, судья Соколугского районного суда Кадыркулов отпустил его под пробационный надзор. Потом мы обратились в РОВД, но следователи не стали помогать. И вот за два дня до трагедии ее бывший супруг устроил скандал. Она позвала милиционеров, те забрали мужчину, заперли его на два часа, а потом отпустили. После он приехал, напал на нее и отрезал ей уши и нос. Тем временем судебная коллегия разъяснила норму действующего законодательства для исключения неправильного толкования в СМИ и социальных сетях информацию о том, что суд якобы специально переносит заседание по делу пострадавшей. В коллегии объяснили, почему рассмотрение дела по изнасилованию осельной Улыбаевой. Бывшим супругом Азамата Местебесовым откладывалось несколько раз. Закону предусматривается обязательное участие адвоката, обвиняемое, если он этого требует. Мы неоднократно откладывали, чтобы дело было рассмотрено объективно, всесторонне, с участием всех сторон. Также хочу отметить, что нашей коллегии был изменен приговор первой инстанции и назначено обвиняемому Азамату Местебесову максимальное наказание по статье 154, часть 1, как Республики. Отметим, что 27 сентября облсуд отменил ранее назначенный апробационный надзор Азамату Азамату и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Такое решение было принято после того, как пострадавшая подала апелляционное обжалование. В отношении бывшего супруга Сельной Улыбаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью Уголовного кодекса». На сегодня следствие продолжается.